И снова всем привет! Я продолжаю свое прохождение игры Resident Evil 2 Remake После очень долгого перерыва Я думаю, что здесь бедняжка Клэр уже просто заскучала Она уже просто негодует по той причине, что Я саботирую по-прежнему процесс Видимо завершения Такого близкого завершения этой игры Но ничего не поделаешь Вот что называется дикие извинения перед вами И безусловно перед Клэр Но тем не менее нужно было мне В том числе, наверное, сделать определенный перерыв Потому что так построено это прохождение Что мы фактически второй раз проходим одно и то же Поэтому, конечно, главная причина такой задержки Она безусловно была связана отнюдь не с игровыми процессами Но тем не менее, в том числе и я думаю, что на пользу Мне должен пойти этот перерыв По крайней мере, мне нужно освежить свои впечатления от этой игры Потому что как-то вот, как заводная Хотела сказать обезьяна Ну, в общем, да Так, у нас здесь Это было удачно Это было очень удачно Так вот, как заводная обезьяна я уже, честно говоря Здесь прохожу Так, ты будешь падать-то? Или как? Давайте попробуем не уходить отсюда Это и есть Плин, дуб! Ёлки-палки Было серьезный риск, что она нас схватит Но давайте играть, скажем так, уже здесь Если не как профессионалы По крайней мере, как люди Уже более-менее Съевшие, наверное, не одну отравленную собаку В этой игре Поэтому давайте, что называется Будем немножко рисковать Для ускорения этого прохождения Так Здесь у нас, насколько я помню Будут боеврипасы То есть будет И дело в том, что в прошлый раз Здесь что-то красное оставалось Давайте на этот раз я посмотрю Более подробно Вот эту комнату Потому что В прошлый раз За спиной у меня красная эта комната осталась Честно говоря, я не знаю почему Так, ну что там Гаврик должен еще один Вставать, где он там И мы идем поближе Надо подойти Кстати, когда я залил Напроходил Я, в общем-то, по-моему, даже пробегал И с ними не воюя Ну, давайте постреляем У меня настроение пострелять Тем более боеприпасы у нас В принципе, позволяют это делать Давайте постреляем Ну да Это было опять удачно Так Давайте посмотрим Может там В этом закутке Что-то есть Что-то где-то обозначается Честно говоря, я пока не очень понимаю Где Что Так, на лестницу я пока не пойду Чтоб потом не возвращаться Конечно, есть вариант Что не здесь Опять же А вот там Что называется Вот за этой стойкой То есть именно Там вот где На кухне Вот Может, конечно, и там Что-то Но я в прошлый раз По-моему, там все Облазил Там ничего нет Поэтому давайте смотреть Здесь более Подо Так Вот Ага Это граната По-моему, эту гранату Я в прошлый раз не брал Ну что же Граната Это весьма неплохо Граната Это, я даже сказал Очень замечательно Ну что Судя по всему Наверное Вот это и был Тут недостающий момент Из-за которого У нас с красным Все Что называется Рисовалось У нас за спиной Давайте лезть Теперь В этот В эту Вентиляционную шахту Так Давайте мы Сделаем так Дело в том Что я признаюсь честно Я, в общем-то Немножко прошел Здесь дальше Ну вот И В общем-то Понял Понял, что Наверное Наверное Даже зря Это дело Ну да ладно Давайте по порядку Дело в том Что здесь Немножко в другом Месте Вот этот Модулятор Так Ну что На нас здесь Нападать Никто не будет Кстати По-моему Когда я за Левна Проходил По-моему Вот этот мужик На меня напал При выходе Сразу Из этой двери Может Кстати Он нападает Тогда Когда мы Не воюем С этими Зомбаками Так Давай уже Падай Это как раз Вот этот Вот Кайками Это пистолет Который Очередями Стреляет Специально Я его сюда взял И специально В общем-то Вот для таких Эпизодов Наверное Он конечно Плохой Я в общем Не отрекаюсь Так С него С него Какой-то Дым Идет Ну ладно Будем считать Что он С концами Упал Так вот Я его Специально Взял Для вот Этих Эпизодов Он конечно Не очень Хороший Этот Кайками Но Стрельба Очередями Все таки Имеет Свои плюсы Если уж Так честным Быть Кстати У нас Места Нет Заметь В общем Я сглупил Откровенно говоря Давайте Сразу Возьмем Этот Электронный Чип Дело В том Что Без этого Чипа Вообще Мы И даже Выбраться Не сможем Это хорошо Что здесь Сразу Объединять Можно А то По идее Наверное Я мог бы Себя Вообще Загнать В лужу Я вообще Большой Специалист По загонению Себя В лужу Так вот Самое Главное Что я вообще Взял Этот Браслет Если бы Сейчас У меня Не было Браслета Я имею Ввиду Вот Этого Которому Можно присоединить Чип Продвинутого От этого Доступа Так вот Если бы Я не взял Этот Браслет То Я мог бы Вообще Оттуда Не выбраться То есть Здесь Нет Как раз Защиты От дурака Если Вы Чип Не возьмете То есть Вот этот Браслет Не возьмете Вы Через Вентиляционную Туда Заберетесь А обратно Через Вентиляционную Как вы понимаете Выбраться Не сможете Поэтому Если Вы Если У вас Некуда Будет Присоединять Собственно Этот Как его Чип Ну вот То Соответственно Вы просто Оттуда Не выберетесь Вообще То есть Это будет Гейм овер Так Ну вот Вы видели Специально Я Я В общем то Начал Говорить Здесь Вот этот Модулятор Он Лежит Собственно Сразу При выходе Вот из Этого Первого Крыла Поэтому По идее Надо было Вообще По другому Действовать Надо было Сразу Взять С собой Вот этот Модулятор И уже С модулятором Собственно Бежать Сюда Ну вот Как-то Видимо В моей голове Это не Щелкнуло Так Это у нас Конденсатор Увеличивает Скорострельность Вот этой Вот электропушки Которая Как по мне Так Наверное Если и есть Самое Бесполезное Оружие В этой Игре То А ну да Че-то я Торможу Совсем Так Я торможу Мне сначала Надо смодулировать Этот модулятор А потом Уже Совать Сюда Что Давайте Тогда Модулировать Так Ну все Смодулировали Так вот Если есть Бесполезное Самое Оружие То это Безусловно Это электрическая Или электронная Уж не знаю Электрическая Наверное Пуш Давайте Сразу Здесь все Посмотрим Дело в том Что Я не буду Разбираться С этим Зомбачком Который Отсюда Вывалится Смысла Это уже Не имеет Я думаю Что сейчас Мы подсоединим Питание Сразу Схватим То что Нам нужно И надеюсь Сможем Отсюда Вырывать Наши когти По-быстрому Пока он Не очухался Пока он Не встал Так Давай Давай Клэр Быстрее Так Ну читайте Все это Не буду Это просто Такой Я бы сказал Слишком Чистолюбивый Товарищ Который Здесь Думал Что Самый Главный Самый Талантливый Но Реальность Оказалась Что называется Другой Видимо Он остался Самым Главным Самым Талантливым Замбаком В этой Спальне Вот Все На что Он смог Собственно Рассчитывать В своей Жизни Я бы даже Сказал Не в своей Жизни А в чужой Так Ну ладно Давайте Бежим Другое Крыло Я Начал Говорить О том Что Безусловно Надо было В том числе Освежить Свои Впечатления От игры Ну потому Что Как-то Проходить Сразу Второе Второй Раз То же Самое Как-то Для меня Это не очень Не очень Интересно Было Вот Ну вот Сейчас Вроде Как Я все Таки С новыми Ощущениями Я Естественно Все Помню Наверное Хорошая Память В таких Вещах В том числе И в таких Вещах Ну вот Она Только Вредит Наверное Отчасти По крайней Мере Ну В общем Я все Помню Но при этом Ощущения Какие-то Все-таки Есть Новый Ну вот Поэтому Наверное Не зря Целый месяц Фактически Не играл И в общем Что называется Подошел К концовке Этой игры Со свежими Эмоциями Так Здесь у нас порох Я так понимаю Так Ну ладно Здесь мы все Взяли Давайте смотреть Теперь Ближе к делу Если то Надо смотреть Чем мы будем Убивать Вот этих Уродцев Эти деревья Эти деревья Я честно говоря Даже не знаю Чем убивать Я уже начал Говорить Что я специально Прошел Буквально Чуть-чуть Поиграл Перед Началом Записи Поиграл Я в общем-то По большому счету Только с одной целью Я хотел посмотреть Чем мне Убивать Заклэр Вот эти Деревья Честно говоря Я так и не ответил Для себя На этот вопрос Но я понял Что конечно Весьма эффективны Против этих деревьев Зажигательные снаряды Из гранатомета Но они В общем-то Это Как из пушки По воробьям Во многом Стрелять Конечно Они эффективны Но Слишком Затратно На каждое Вот это Дерево Тратить Там Судя по всему Придется тратить Аж по два Вот этих Зажигательных Боеприпаса Вот Поэтому Не знаю Не знаю Не знаю Можно конечно Наверное Их из пистолета Расстреливать Вот по этим Вот Как его Я даже не знаю Как это назвать Бутоном Наверное Так можно назвать Желтым Которые у них Там Напухают Постоянно Можно конечно По ним стрелять Но вот как-то Не хочу Я что называется Здесь Заниматься Извращениями Во многом Давайте Наверное С учетом того Что Эти зажигательные Боеприпасы Все таки Хоть они и Ценные Хоть они и Безусловно Полезные Так Давайте Сохранимся Теперь Я думаю Стоит это сделать Хоть мы в общем-то Ничего не наиграли Но Еще раз скажу Я не знаю Как я буду Разбираться С этими Деревьями Поэтому Давайте Лучше Сделаем Контрольный Сейф Мало ли Что там Будет дальше Моя Сейчас Идея Рабочая Такая Я хочу Их Свалить Из этой Электропушки И дальше Добивать Как его Вот этим Зажигательным Патроном Я надеюсь Что тогда Мне вместо Двух Зажигательных Потребуется Только один Потому что Как-то надо Все таки Эту электропушку Использовать Это Электропушка Так Ну вот здесь В общем-то Я не комментирую Боже мой Какой ужас Она увидела Что чип Как раз Находится Вот этого Мужика Которого Которого Прилепило К внешнему Вот этому Окну Так Так вот Я понял Что эта Электропушка Она абсолютно Бесполезна В плане Их убийства Конца Она Действительно Их неплохо Оглушает Видим Что с двух Выстрелов Она их оглушила Но убить их До конца Прижечь Этой электропушке Невозможно По мне Ну вот Поэтому Что ты будешь Дохнуть Ну давай уже Ну Нет Посмотрите Ну просто Издевательство Неужели мне Все таки Придется По два Зажигательного На вот эту Тушку Тратить На эту Зеленую Тушку Тратить Я блин На Лизунов Иногда Лизуны С одного Выстрела Падают Иногда Иногда С одного Иногда С двух Неужели Уж эти деревья Они более Мощные Чем Лизуны Вот Ну вот К сожалению Видимо Придется По два Зажигательных На них Тратить Ничего Не поделаешь Опять же Я начал Уже Говорить Я бы Наверное К этому Относился Еще Более Критично Если бы Не понимал Что Впереди Впереди Судя по всему У меня уже Не будет Противников По которым Я буду Стрелять С гранатомета Скорее Дальше У меня Ждет Биркин Этот Гражданин Биркин Который Никак Не унимается Вот А по нему Ну в общем-то Стрельба Из гранатомета Это не самое Эффективное Занятие Как по мне Там скорее Скорострельные Пулеметы В части Против Вот этого Биркина Поэтому Поэтому Я все-таки Не столь Напряженно Расстаюсь С этими Зажигательными Патронами От Гранатомета И в другой Ситуации В начале Игры Ну честно Признаюсь Я бы наверное Начал бы здесь Извращаться Конечно Не хочу И тратить Так В таком Количестве Так Ну падает Он Исправно С них Это я понял Ну Ну никак Не хочется Одного выстрела Никак Не хочет Варь Гореть Одного выстрела Снова Не горит Это я уже Вижу Так вот В начале Игры Я бы наверное Здесь действительно Извращался Потому что Не хочу Конечно Расходу Такого количества Зажигательные Но Сейчас уже Конец игры И опять же Подчеркну Против Биркина Я бы наверное Эти зажигательные Не брал Поэтому Так Ну да Здесь еще Одна ТВ Тем более Накопил Я этих Зажигательных Достаточно Ну давайте Смотреть Если мне Под конец Как раз Вот именно Зажигательных Биркина Не хватит И переиграем Все очень просто Что называется Никогда Не проблема Переиграть Поэтому Поэтому Не хочу Еще раз Подчеркну Я не хочу Здесь устраивать Цирк И пытаться По этим Бутонам Расстреливать Из Пистолет Так Ну что Давай Гарит Так Ну все Я так понимаю Что это все По крайней мере На данном этапе Тем более Что у меня Общество Зажигательные Патроны Подошли К концу Как вы видите Быстро Быстро Я копирую Всю игру И вот На этих Тварей Они конечно Уходят Быстро Ну к сожалению Нет Здесь Так Давайте Смотреть Так Ф Точки Ф Палочки Две буквы Ф По разному Просто Написанные Нарисованные Ну ладно Давайте Надеюсь Я запомню Как выглядит Этот код Ну не запомню Вернусь Такая же ситуация Как с переигрыванием В общем Не проблема Так Так Буква Ф Так Теперь Палочки Точечки И вторая Буква Ф Да Сейчас Вторая Буква Ф Так А теперь У нас Идут Точечки Так Ага Что-то Перепутал Так Ну ладно Давайте Тогда Букву Ф Может Я палочки С точечками Перепутал Так Давайте Точечки Теперь Вторая Буква Ф Нет Вот Букву Ф Я точно Не Перепутал Это Я знаю Видимо Я палочки С точечками Перепутал Так Да Видимо Там Точечки А теперь Палочки Ну точно Ну ладно Палочки Точечки В конце концов В общем Не так Принципиально Так Давайте Избавим Сейчас От этой Электропушки Которая Опять Показала Свою полную Неэффективность Конечно Можно Проходить По другому Можно Их вообще Не добивать С этой Электропушки Она Их Эффективно Не Жгет Что Называется В партер Укладывает Так Прошу прощения Так вот Можно В принципе Забить На то Чтобы Сжигать А каждый раз Просто Мимо них Пробегая Укладывать Из этой Электропушки В партер Можно Конечно Так Потому что Я Честно говоря Очень сильно Сомневаюсь Что мне Электропушка Вообще Для чего То Пригодится Не случайно Я Про себя В общем Тоже Окрестил Электропушку Самым бесполезным Оружием Вообще В игре Ну вот Просто потому Что Да На что-то Надо Эту Электропушку Использовать И по-моему Такая Тактика Что Не сжигать Эти деревья Каждый раз Их просто Укладывать В партер Мимо них Пробегая Может Она и Правильна Ну не знаю Раз уж Я выбрал Другую Тактику Раз уж Я их Все равно Сжигаю Давайте Сжигать До конца Так Теперь 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 Мы Пойдем Как вы понимаете В подземный Бункер Так Здесь Опять же Сразу скажу Я в общем-то Уже Опять же Там был Поэтому Опять там Немножко По-другому Все устроено Но Тем не менее Зато Сразу Я надеюсь Мы Достанем Код Для Вот этого Как его Раствором Кстати Вы видите Что Этот Раствор Сразу Я не беру Не вижу Никакого Смысла В этом Давайте Мы Сначала Код Получим Где Мы Этот Раствор Будем Переливать Потом Сразу Возьмем Этот Раствор Сразу Побежим Перельем Сразу Охладим Чтобы Эту Банку С Раствором Чтобы Ее Туда Сюда Не Гонять Не Выкладывать Не Перекладывать Чтобы Она У нас Инвентарь Не забивал Так Здесь У нас Здесь У нас В общем Все То же Самое Тут Порох Так Теперь Идем Надо Включить Свет Кстати Когда Я проходил За лею Видимо Я Сглупил Судя По всему Вот этих Гавриков Жмуриков Тобишь Всех Этих Зомбиков Их Я так Понимаю Вообще Можно Не Будить Давайте Посмотрим Кто Знает Может Они Сейчас Все Встанут И Тогда Вообще Будет Весело Если Они Еще К тому же Слезунами Все Встанут Так Ну Что Давайте Вставлять Наш Этот Модулятор Так Все Смодулировано Знание 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 В этой Игре Самое Главное Как По Мне Здесь Самое Главное Заранее Знать Что Надо Делать И Тогда У вас Не Будет Никаких Проблем Так Ну что они не встали По крайней мере пока Может они встанут когда я выйду Вот из этой вот Как это называется Это сейв комната здесь Давайте здесь собираем все А может вообще не встанут А вообще будет замечательно Спрашивается зачем Смотрите-ка мы Немеренно опять набрали этих зажигательных Ну да это очень хорошо Спрашивается зачем Прохождение заливной Я их вообще будил Зачем я по ним стрелял Сейчас посмотрим Сейчас посмотрим что там будет С этими С лизунами Я вот думаю стоит ли выкладывать ножик Наверное все таки нет Мало ли лизун нас хватит Ну либо зомбак схватит Не исключен такой вариант Но сейчас посмотрим Конечно мне бы хотелось Этого избежать Но кто знает Пока я не слышу никаких воплей Пока они не встали Но если они сейчас встанут нам в спину Когда мы мимо лизунов Пойдем Вот это будет весело Так нам сейчас налево Я сразу собираюсь Равнув налево Мне не нужно тут Так давайте пробежимся Быстрее Так ну что Вот собственно что нам нужно Трофей А я напомню прохождение заливной Этот трофей находился Вот рядом с этими зомбаками Которые там лежали Ну вот Здесь же немножко все по другому Поэтому если вы не знаете То первый раз скорее всего Вы Так пропустите Ну замечательно Замечательно Я уже все вижу В общем Все просто идеально Замечу что Лизуны к тому же Они вообще в сторону ушли То есть даже Даже в этом смысле Здесь все просто идеально Даже когда залево Замечу Мы проходим Даже тогда нам не нужно В сторону Так ну давайте Сразу Я не хочу здесь Ничего экономить Блин ну ты будешь Вдохнуть Так Ой как же Меня этот пистолет достает Как же он меня достает Этот долбанный пистолет Как же Это перезарядка Гребаная Полчасовая Это вот Стрельба Этими очередями Я не знаю Наверное Если электрическая Вот эта пушка Самое бесполезное Оружие Это вот это самое Неудобное Оружие Во всей игре Ну вот Все это за Клэр Как вы понимаете Ну да Он сдох В общем я наверное Глуплю Потому что Можно было бы Я же вообще-то Ножик взял Ну да Я вообще конечно Идиот Надо было его Ножом порезать Так Ну ладно Так Тут у нас Гаврик Вот этот Ну против него То понятно Против него Зажигатель Я вообще-то уже понял Что придется По полной программе Потратиться Зажигатель Патронами Против них Два патрона Так Теперь у нас Насколько я помню Еще будет Гаврик Или даже Два гаврика Вон кто-то Здесь еще А вот Точно Блин Так Точно Здесь сверху Падает Еще Тварь Давайте Да блин У меня Боеприпасов Нет Черт Что я делаю Блин Твоя Долбанная Башка Будет Разбиваться Наконец Или нет Нет Не будет Разбиваться Короче Моя экономия Пастолетных Патронов Явно Она привела К тому Что Мне придется Убрать Зажигатель В общем Что я могу сказать Не делайте Как я В общем Я конечно Туплю Здесь По страшному Придется Здесь Еще Один Зажигатель Получается Потрать Потому что Там Еще Дама Это Я вспомнил Будет Наверху А может И не Один Может Она С одного Зажигатель Не Сдохнет Ну Че Ты Там По-моему Она Еще Не Сдохла Или Сдохла Так Давайте Сделаем По-другому Здесь Патроны Есть Это Я точно Помню Здесь Патроны Сейчас Получим Патроны И из них По них Постреляем Не хочу Я просто Так Тратить Еще Один Зажигательный Так Хоть Они Еще раз Подчеркну Я бы К этому Относился По-другому Если бы Я думал Что они Мне дальше Еще Пригодятся В серьез Но Даже С учетом Того Что Возможно Они Нам Особо Не Пригодятся Не Хочу Так Просто Тратить Нет Она Уже Все Она Не Встанет Кстати Вот Этот Модулятор Мы Убрали За Леона Вот Здесь Именно Здесь Мы Убрали Но Здесь Видим Даже Ничего Пока Не Загорается Вернее Вообще Ничего Не Загорается То То Здесь Уже Ничего Нет Так Ну Ладно Давайте Выходим Я Играю Откровенно Говоря Безалаберно Что Могу Сказать Ну Не Хочу Я Что Называется Переигрывать Это Все Хотя Может По Хорошему Стоило Давайте Смотреть Код И Будем Наверное Сразу Выбрасывать Эту Штуковину Смысл Я По Держать Никакого Так Лесенка Палочка Стульчик Две Точки Лесенка Палочка Стульчик Две Точки Надеюсь Не забуду И на этот раз Так Ну сейчас Мне в общем-то Ничего не надо Мы По большому счету Все сделали Мне сейчас Нужно взять Раствор Наконец-то Вынуть То О чем я говорил Пока Я его не брал Чтоб не таскать Хотя В общем-то Вы видели У меня Не так много Всего Можно было бы И взять Не имело Никакого значения Ну так Правильно Давайте Берем Раствор И Едет Выдача Раствора Так Ну давай Так Что у нас там Лесенка Что там у нас дальше Палочка Стульчик Точки Ну да На этот раз Я все правильно Запомнил Ой боже мой Сейчас придется Там опять Все переливать Честно говоря Я даже Забыл Что там надо Как делать Так Сначала Надо собрать Здесь все Опять же Ну вот Преимущество Прохождения Уже Даже не по второму Наверное А по десятому Разу В том что Ты уже все знаешь И Что называется Два раза Никуда не ходишь Ты ходишь По одному разу Во все Местные заведения Сразу выполняя Все что там нужно Вот поэтому Мы заодно Здесь все соберем Уже все открыли Сейчас будем Переливать Здесь все Так Давайте Ну вот Честно признаюсь Я уже не помню Что здесь надо сделать Ну вот Что-то как-то Голова у меня На этот предмет Сейчас варит Не очень А подождите Вот так вот Точно Блин Кажется Кажется Все получилось Наконец-то Наконец-то Мне улыбнулась Удача По-прежнему Я так и не Понял До конца Какая здесь Теория Как это делать Именно Теоретически Обосновать Такие принципы Здесь заложено Как-то делается Что называется На Прочной Научной основе Я имею ввиду Переливается Вот этот вот Раствор Но тем не менее В конце концов Все-таки Мне повезло И в конце концов Опять Метод Донтык Все это получилось После долгих И продолжительных Итераций Туда-сюда Вот Ну что делать Если мозги Не включаются Что называется Тогда Нужно Чтобы руки Много работали Там Голова Ногам Покой не дает В данном случае Рукам Скорее Так Ну ладно Мне кажется Все-таки Зря Они Включили Я конечно Понимаю Что Надо Все-таки Современных Репетишек В том числе И Престарелых Репетишек Заставлять Думать Хоть Немножко Но тем не менее Я думаю Что Все-таки При том Что в этой игре Надо думать По большому счету Все-таки В нее Играют Немножко По другим Причинам По другим Основаниям Так Ну ладно Черт с ними Что называется Заполнили Мы этот Растор Слава богу Теперь нам Нужно Побыстренько Спускаться Обратно В этот Подземную Лабораторию Прежде всего Подземный Этот Холодильник Замораживать Так Я вот думаю Наверное Стоит взять Вот эти Патроны Так Чисто На всякий Случай Дело в том Что Я опасаюсь Как бы там Одновременно С этими Лизунами Не встали Обычные Зомбаки Если они Там вместе Будут То конечно Мало нам Не покажется Я конечно Большой лихач Что я не стал Вообще С ни с кем Разбираться Ни с зомбаками Ни с лизунами Но Это нам может Сейчас очень Боком выйти Если Зомбаки Встанут И будут На нас Атаковать При лизунах Ну вот Тогда в общем Нам все будет Сразу В одном Флаконе Так Ну что Нет Смотрите Кто не встал Пока По крайней мере Может встанут Как раз Когда мы будем Выходить С этим Уже замороженным Растором Это кстати Мадам Я так понимаю Что можно Вообще Тоже не трогать По крайней мере Давайте опять же Будем рисковать Читать я здесь Ничего не хочу Так В общем-то Я первый раз Уже много раз Говорил Первый раз Когда проходил Я первый раз Ничего не читал Меня весь этот лор Не очень трогает В этой игре Мягко говоря Тем более Когда первый раз Прошли И так все ясно Что уже тут Что называется Детали Мусолить Курики Секреты В прогресс Так, ну всё, заморозили мы этот картридж. Теперь нам, собственно, осталось только распылить и, в общем, выбираться отсюда. Насколько я понимаю, тирана здесь больше не будет, так. Да, смотрите-ка, она не встаёт. Боже мой, сколько я лишних действий, когда проходил вза лево, насколько же я лишних действий сделал. Зачем-то я вот эту убивал. Я с лизунами, ну, правда, лизунов я, слава богу, догадался там обойти. Ну вот, но я вот этих вот людей в этой, вернее, зомбаков в этой вот вестибюле зачем-то убивал. Ну вот, в общем, я много лишних действий делал, которые делать совершенно не нужно. И, кстати, ещё раз подчеркну, даже когда проходим за лево, то лучше уходить сразу налево вот сюда. В эту, как и комнату, где холодильник. Ну вот, потому что, как только мы туда уходим... Дело в том, что когда первый раз мы идём, лизун там встаёт прямо напротив двери. Я вот думаю, стоит ли мне здесь что-то делать. Да нет, я думаю, что ничего мне особо сделать не надо. Надо просто взять то, что мне нужно, выложить то, что мне не нужно. По большому счёту мне ничего не нужно. Воевать я, наверное, ни с кем не буду. С кем я там буду воевать. Если я с кем-то буду воевать, то это, в общем, будет совершенно плохой вариант. Ну вот, поэтому воевать мне абсолютно ни с кем не нужно. Всё, что мне нужно, это завалить там, наверное, пару этих деревьев, которые там, наверное, не будут мешаться. Я так понимаю, что тирана не будет. Ну вот, поэтому можно расслабиться. А с деревьями у меня для деревьев есть эти. Зажигательный патрон. Идёт выдача раствора. Ну вот, падает мужичок. Так, подумаешь, тоже сорняки разрослись. Они не разрослись. Они... Их... Их разросли. Ха-ха-ха-ха-ха. Они не сами разрослись. Так, ага, уже вижу. Ещё одно... Ещё одно... Ещё одно растение положили. Как минимум одно. Давайте его сразу грохнем. Есть, конечно, второй вариант. Можно было бы рискнуть и вместо двух этих патронов по тридцать один нож, когда мы будем пробегать мимо. Пробежать по ним, скорее всего, чуть-чуть не получится, но можно было бы рискнуть и... Я думаю, что... Так, больше-то нигде нет. Я вот думаю, стоит ли мне его трогать? Я думаю, что не стоит. Давайте мы его возьмём. Может, он и не встанет. Но если встанет, то тогда я и потрачу второй... Второй боеприпас. Но если не встанет, то зачем мне сейчас его до конца гасить? В общем-то, он уже отыгранный материал. Так. Давай, давай, давай. Клэр, быстрее, 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 быстрее. Так. Смотрите-ка, здесь тоже, по-моему, было дерево ещё одно. Вот этого, честно говоря, не знал. Но нож в таком случае я не зря взял. Здесь нож нам точно пригодился. Так вот, можно было и не убивать его. Это дерево. В смысле, не первым этим выстрелом из гранатомёта даже его и не ронять. Можно было просто мимо него бежать, сунуть ему нож в его наглую зелёную физиономию и, в общем, прибежать дальше. Ну вот, хотя есть риск, что он нас бы так откидывал, что мы не пробежали бы мимо него в любом случае. В общем, я и не стал это делать. Хотя ножей, насколько я знал, у меня куча, поэтому одним ножом я бы легко это пожертвовать. Всё-таки два, я думаю, будет два зажигательных. Ну, правда, сейчас вы видели, я потратил один. Ну вот, а так, конечно, нож нам всё-таки подешевле будет, чем два зажигательных боеприпаса. Так, ну ладно, чёрт с ним. Это уже, что называется, мысли о том, чего уже не вернёшь. Вернее, конечно, можно вернуть, если переигрывать, но я думаю, что переигрывать я не буду. Так, где тут этот модулятор-то? Да, блин, да, вот, наконец-то. Я думаю, стоит ли смотреть кассету второму разу. Мы, в общем, эту кассету уже смотрели с мистером Биркиным. Откровенно говоря, это верх тупости, верх нелогичности, всё, что там творилось. Поэтому, честно говоря, у меня нет никакого желания. Ну да ладно, в конце концов, всё-таки мы проходим. Всё-таки это прохождение. Я думаю, что, конечно, придётся поставить эту кассету. Хотя... Особенно с учётом того, что я её смотрел, и с учётом того, что эта тупость непролазная, весь этот сюжет с этим Биркиным, в общем-то... Скажем так, я буду смотреть эту кассету и вообще... Окунаться в этот, с позволения сказать, сюжет без всякого удовольствия. Так, ну что... Так... Ага, модулятор можно выкинуть. Я, честно говоря, почему-то мне показал, что нам его вообще уже не вернули. Он так и остался там... В этой... Ну, я помню, что модулятор, в общем, его последнее предназначение именно здесь. Как-то в лаборатории, наверное, правильно назвать так. В этом отсеке. Ну да. Да. Кто бы сомневался, нам ту же самую кассету опять демонстрируют, как Биркин. Непонятно по какой причине крадет фактически образцы у самого себя. Ха-ха-ха. Он же с ними работает. Доктор Биркин, вы пойдете с нами без лишнего шума. По-вашему, я не знал, что вы придете? Это дело всей моей жизни. Я ничего никому не отдам. У нас приказ, доктор Биркин. Я попрошу еще один раз. Я вот не понимаю, если он говорит, что разве он не знал что-то... Если он знал, что они придут, то зачем он все это делал? Он хотел вот так умереть? Даже, даже вот в этой фразе полная тупость. Что ты мать твоего наделала? Его приказу надо ставить живым. Так вот я говорю, даже в этой фразе полная непролазная тупость. Сэр, мы внутри. Но у нас тут залет. Сэр, цель сопротивлялась. Ее пришлось устранить. Ладно, не хочу раздакоментировать. Вас понял только образцы. Его, естественно, пристрелили. Пульс у него, естественно, прощупали. Естественно, пульса этого не было. Естественно, он сдох. Откровенно говоря, туда ему и дорога. Как по мне. Но он не до конца сдох. Ну ладно, опять же, тут скорее фэнтези уже сюжет. Давайте выбросим эту. Кассету не хочу даже влезать. Как-то вот по второму разу очевидную тупость этого сюжета вам рассказывать. Зачем? Если вас интересует это, можете посмотреть последнюю, по-моему, серию прохождения за Леоном. В общем, я там все уже сказал. Повторяться смысла нет. Я вот не помню, где здесь... По-моему, здесь ничего нет. А, вот, растенец. Синенькая растенец. Да, здесь больше ничего нет. Сейчас придется опять с Биркиным... воевать. Так, опять же, здесь все уже помню, все уже знаю. Что делать. Память... Пока не пропадает. Память никуда не девается. Я даже помню, по-моему, даже вплоть до деталей, какие здесь фишки в этом кабинете. Тут растенец и красненькая. Так. Так. А, мы эту. Сохранялку нельзя. Так. Ну, хорошо. Хорошо. Теперь все. Я так понимаю, что здесь мы должны... Леон сюда шел. Я уже даже не помню, зачем. Леон шел за образцом. Да, точно. Леон шел за образцом. А это как его... Боже мой. Клэр идет сюда за лекарством для Шерри. Вот, зачем. Я, честно говоря, уже забываю, зачем наша героиня сюда пришла. Я уже про Шерри почти забыл. Она как лежала там, кстати. Видимо, к ней надо будет вернуться. Так, ну что. Мы, в общем-то, готовимся, как вы понимаете, к мистеру Биркину. Мистеру Биркину, он особенно уважает скорострельные пулеметы. Он просто тащится от них. Говорит, приноси еще пуль. Они мне очень нравятся. Я их готов потреблять в немеренных количествах. Моя Г-плоть просто жаждет. Жаждет получить как можно больше свинца. Так. Так вот. Мы не должны разочаровать мистера Биркина. Поэтому наше главное оружие, конечно, это будут пулеметы и пистолеты. Я, в общем-то, не расстреливал, как вы видите, специально вот эти вот патроны доп. мощности. Их, конечно, 12 штук у меня накопилось. Это как раз вот специально для мистера Биркина. Ему не просто нужны скорострельные штуки. Так, вот. СЛС-60. Вот именно из него мы будем стрелять этими мощными патронами. И самое главное, вот это вот еще добьем его этим, как его, пистолетом-пулеметом. Он там будет вставать, насколько я помню, на колени и просто жаждать, орать, ну расстреляй меня. Расстреляй, рвать рубаху на груди будет. И вот как раз, я думаю, вот из пистолета-пулемета мы по этой груди, по этой его... Ну ладно. Чуть не сказал сексуальной груди. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Все в груди, в отметках от G-вируса. От этих глаз, я не знаю, чего там. Но вот мы по этой его сексуально распахнутой груди должны будем стрелять, я думаю, из этого пистолета-пулемета. так ну что давайте что-то еще можно взять конечно думаю что стоит ли стоит в конце концов у нас есть сохранение я думаю что тут записи опять об опытах о том как мучили людей за стенках биркинской лаборатории так а ну да вот скрипт работает чтоб тебе а ну в общем я так и думал точно ниже медальон что мама подарила на день рождения есть лекарства какая прозорливая она это подарила шерри на день рождения специально это ленка будто предчувствовала что и лекарство потребуется от г-вируса что ее папаша заразит так ну что бежим бежим я так и не естественно никуда не взлетел здесь мистер биркин в общем-то не приходилось сомневаться что здесь будет то же самое опять ты урод уильям довольна что это за мерзость это был мой муж в общем семейно это бытовая ссора в общем семейно это бытовая ссора вирус любит звонок вольям в이 о обом Он не решилась выстрелить. Нужно было убить его при первой возможности. Не знаю почему, но я просто не смогла. Он был твоим мужем. Если честно, мы гораздо больше думали о работе, чем друг от друга. Но как же Шерри как-то могла оставить её одну в Пылающем Раккун-Сити? Я не могла позволить дочери расти в мире, где существует Гелирус. Но это... В общем, она решила лекцию почитать. Аннет! 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 Мои боги, это... Я справлюсь. Есть ли что-то более шаблонное? Нужно спросить. Чем вот эта вот сцена. Прости, Виллин. Прости, Виллин! Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. до конца поверь мне я покончу давай стреляю да елки-палки ну я идиот я идиот я идиот так слушай мне надо вообще воевать с темберкином чтобы наконец-то что-то нормальное можно сделать кстати в прошлый раз по-моему я не помню по-моему я очень просто победил за левым опять вспомню но не сразу да блин ну а как мазать то так можно а ну какие кривые руки у тебя говорилось так ну блин как мать все ведь очень просто но вот как-то вот не получается у меня чувствуется что с первого раза не получится все-таки перерывчик он может быть чувство освежил но и играть осталось кодеку э э э ты куда джон не джон а джон я лечилки буквально сразу все истратил я по нему ни разу не попал и все лечилки сразу истратил в общем я конечно большой успех классно классно да где твои тут наконец-то так попадем о по-моему это оружие явно ну давай свою сексуальную грудь это как раз то что нужно во 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 действительно она нам нравится можешь еще раз показать о о о о вот это уже гораздо лучше что-то как-то с пистолетом у меня не пошло зато с пистолетом придет более-менее так ну это сколько угодно только у меня ножи есть так что мне даже выгодно что ты под мои ножи попадал я просто помню что если много у вас там ножей то можно даже специально что помню да блин твою мать окей я уже наугад стреляю туда не попал я уже наугад стреляю в огне не вижу ничего так ну ладно ладно давай 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 твою физиономию мы еще раз не украсим я не против еще и поблизости постреляем в тебя гаденыш не мне нравится пистолет или нет это самое толп просто самое толп против гиркина это просто вот самое что ни на есть толп тут даже если эти крупнокалиберные пистолеты отдыхают это мне с патроны закончились так ага товарищ пошел крушить это значит что раз хотел сказать расплата да развязка явно где то близко так 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 мне боеприпасы нужны блин у меня боеприпасы закончились твою мать как же я сложанулся то я думал что у меня много боеприпасов но оказывалось что не так много да блин твою мать ну обидно а все плохо начиналось но потом все было хорошо и сейчас я проигрываю когда уже в общем то почти выиграл я чувствую так блин мне боеприпасы я черт блин а я пистолета не взял какой я идиот что значит играть давно не играл а я с идиотничаю мне пистолет нужен а во граната смотрите так так давай граната это то что нам нужно давайте все сразу и решим так давай так давай питай а ну замечательно 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 откровенно говоря я плохо очень плохо с ним воевал но зато прошел с первого раза я Продолжение следует...